Из всех паскальных яиц, изготовленных выдающимся русским ювелиром Карлом Фаберже, шедевр под названием «Коронационное» занимает особое место. И неудивительно, ведь оно появилось на свет в честь выдающегося события в истории России – вступления на престол последнего российского императора Николая II. Династия русских ювелиров Фаберже началась с имени Густава Фаберже. В 1842 году он открыл в Петербурге на Большой морской улице ювелирную мастерскую, которая выполняла скромные работы, изготавливала золотые браслеты, брошки, медальоны, ремонтировала старинные изделия. Подлинный взлет связан с именем Карла Фаберже, сына Густава. Молодой человек, учившийся ювелирным премудростям в Дрездене, в 1870 году приехал домой и стал работать в мастерской отца. В течение короткого времени этот выдающийся ювелир превратил скромное предприятие в ювелирный центр мирового значения. Главным делом жизни Карла и его семьи стали пасхальные яйца, выполненные из драгоценных материалов по заказу императорской семьи. Члены императорской фамилии были постоянными клиентами знаменитого мастера. Фаберже оказался новатором и экспериментатором в своем деле. В качестве материала он использовал то, чего избегали другие мастера – алтайские и уральские камни, ворониную сталь, олово и даже карельскую березу. В результате его изделия всегда отличались необычностью, красотой и безупречной формой. При этом Карл был крайне строг к себе. Все, что не продавалось в течение года, отправлялось на переплавку. И это при том, что среди неликвида были подлинные шедевры. В 1885 по 1917 года Фаберже сделал для царской семьи около 56 ювелирных пасхальных яиц. Точная цифра неизвестна. В 1897 году император Николай II, коронация которого прошла 14 мая 1896 года, заказал в качестве подарка для своей жены императрицы Александры Федоровны пасхальное яйцо. В создании этого изделия принимали участие лучшие мастера предприятия Фаберже – Михаил Перхин, Георг Штейн и Генрих Векстрюм. Коронационное – самое знаменитое из серии пасхальных яиц. Оно сделано из цветного золота, прозрачной, желто-зеленой и непрозрачной черной эмали с использованием бриллиантов и бархата. Изделие с сюрпризом. Внутри поместилась миниатюрная модель кареты. Точно такая же, но в натуральную величину используется императорской семьей день коронации. Поверхность кареты покрывает красная эмаль с накладкой трюльежной, решетной, с алмазами. На крыше по углам и по бокам размещены императорские орлы. В центре усыпанная алмазами императорская корона. Двери кареты открываются и закрываются миниатюрными ручками. А сама карета амортизирует при движении. Когда дверь открывается, опускается крохотная подножка. Изделие выполнено с невероятной тщательностью. Кабина кареты установлена на золотые рессоры, а колеса одеты платиновыми шинами. Это изделие имеет непростую историю. До 1917 года оно находилось в коллекции Александра Федоровны. В 1917 году драгоценность изъяло Временное правительство, которое передало его в вооруженную палату Кремля. Советская власть продала его в частные руки. И только в 2004 году известный российский бизнесмен вернул яйцо в Россию. Размеры его высота 127 мм, ширина 94 мм. Приблизительная стоимость 24 млн. долларов. Текст, подготовленным Игорем Родионовым, публикуется в журнале «Загадки. История» номер 13 за 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует...